Москва пригрозила Минску из-за задержанных россиян. Видите, тут проблема какая. Лукашенко задержал и удерживает этих людей. Люди дают путанные, но все равно, показания. И показания эти уже становятся основой для уголовного дела. Дело-то возбудили и дело-то о свержении режима насильственным путем. Понятно, что во многом это провокация, во многом это выгодно самому Лукашенко. Я думаю, что это и было подготовлено для того, чтобы показать. Видите, вот как Москва-то хочет, Путин хочет Белоруссию захватить. Понятно, что Путин и хочет Белоруссию захватить, но попался в расставленные сети как идиот полный. Ну, как обычно. Путин всегда попадается как идиот, потому что считает себя охеренным, там, я не знаю, Артузовым, блядь, кем он там себя, Яном Берзиным, там, и прочим, и прочим. Такой замечательный, он там разведчик, блядь, разведчик. Я не знаю, где и у кого, там, в каком месте он что разведует, но, блядь, то, что он делает с точки зрения разведки, это полная жопа, да, это полония, это новичок, это даже и рассказывать-то вы сами лучше меня знаете. Так что, Лукашенко, безусловно, пугает Путина. Я думаю, что рано или поздно он отдаст ему людей, но сейчас он торгуется. И как он его пугает Путина? Он сейчас договаривается с Зеленским о том, что вот сейчас мы вам вот этих подозреваемых в расстрелах выдадим. Представляете, как Путина лихорадит? И он ничего сделать не может. Ему надо позвонить Лукашенко, а Лукашенко, я думаю, определенно и поставит вопросы. И надо на эти вопросы ответить раз, а во-вторых, он поставит определенные условия. Эти условия придется выполнять. И выполнять не после того, как он отпустит этих парней, а до того. Лукашенко держит заложников. Заложники, которые могут спеть все, что угодно. Могут так спеть, что Путин попадет в трибунал в ГАГу. Ну, может быть, физически он не попадет, но дело там возбудится. Все будет зависеть от того, что скажут эти люди. Куда их потом отправит Лукашенко? Они полностью в его власти. Это очень хорошо. То есть, вот так он своему народу намекает. Видите, Вова хочет захватить Белоруссию, а поэтому давайте, держитесь вокруг меня и защитить вас только Лукашенко может. Ну, и прочая чушь. Интересный расклад. Оказался, батька, хитрый. Ну, это и ожидалось. Вячеслав, нам бы вместе с белорусами гадене шею сворачивать. Да, батька и не планирует сворачивать шею Путину. Батька планирует этот кризис. Ему очень выгоден. Он планирует опять прийти к власти, да, опять себе нарисовать там 90% и все. И воссесть до того момента, как он Коле передаст борозные правления. Это-то и плохо. Если бы у него было желание там как-то... так сказать, врубиться против Путина, мы за... так сказать, врубиться против Путина. Продолжение следует...